Мы все потеряли выдающиеся родители искусств лица Майя Стронгуладзе. Почему я не замыкаюсь только на вокальном искусстве, а касаясь скульптуры в целом будет ясно всем тем, кто знал творчество этого неугомонного фаната искусства и, конечно же, пения. Я могу в деталях описать замечательную биографию этого гения, но делать этого не буду, так как за меня это с большим профессионализмом сделает другие. Я хотел бы передать личные впечатления от дружбы и работы с моим маэстро, отметить некие личные его качества. Меня к маэстро привел мой папа, сам тенор, народный артист Грузинской ССР. До этого он мне так и сказал, если действительно хочешь научиться петь, иди к Нодару. Я, только закончивший политехнический университет, был увлечен современным джазом, довольно серьезно. Был даже лауреат в многих фестивалях, но у меня не было музыкального академического образования. Оперу я любил с детства, но себя оперным певцом никак не представлял. Спев на Олимпиаде на том ниже оригинала песенку Герцога из Эгалетта, показало, что у меня есть оперный голос, и это мне казалось будет мне билетом в консерваторию. Когда я пришел к Нодару на прослушивание, я думал, что я баритон. На что маэстро категорически сказал, что я скорее драматический тенор. Тембр взял у отца, а силу голоса у мамы. Мама была драматической соправой. Кроме любви к вокалу, я заметил нашу общую страсть к знаниям, книгам, особенно по философии и эстетике. У маэстро была обширная библиотека по искусству и особенно философии. И она была не просто декорацией, она читалась. Надо отметить, что маэстро не сразу пришел к вокальному искусству. Сын великого драматического тенора Давида Ангуладзе, народного артиста СССР, окончил университет, будучи кандидатом наук по филологии. Обладая красивым и мощным голосом, а также после приоткрытия «Железного занавеса», Нодар Давидович оказывается среди первых советских певцов, посланных на стажировку в Ласкало. Там вместе с Раймонди учились в классе маэстро Барра, ученика великого тенора Делючия. Приехав из Италии, абсолютно убежденный в возрождении Бельканта в своей собственной стране, могу сказать, отдал всю оставшуюся жизнь этому возрождению. Надо отметить, что маэстро был фанатиком именно теноров, и таким обильным опыльным песок в Грузии, несомненно, обязанность ими Ангуладзе. Народный артист СССР Зурикоан Джапаризе все считали баритоном, когда он был еще малым студентом. Но он четко сказал Давиду Ангуладзе, «Баритоном быть не хочу». И только после оценки Давида в том, что он тенор, стал продолжать свои занятия. Меня тенором сделал, конечно же, Нодару, так как у меня тоже были сомнения. Работоспособность маэстро была просто легендарной. Он мог 10 часов подряд заниматься со студентом, притом всегда показывал своим голосом и объяснял технику. Но объяснения всегда сопровождались демонстрациями. Подготавливал певцов просто в феноменально короткие сроки. Например, меня взяли солистом-стажером уже на четвертом курсе консерватории, дав мне партию герцога в регалетту. Это практически после четырех лет занятий с маэстро. Маэстро Нодар Ангуладзе и мой отец – люди одного поколения. И вспоминая Нодара, мой папа отметил, что во время смены власти в оперном руководстве начались интриги, чтобы сократить его на полставки. Единственный человек, выступивший за отца, и был Нодар Ангуладзе. Помню, работая над верхами, а они у нас долго не получались, Нодар сказал мне следующее. «Забудь о том, что я тебе говорил. Попробуй прямо противоположное сказание». Это диалектика мышления, свойственная философия, диалектика противоречия. Но никак не вокалистам. А именно это и помогло мне понять весь смысл субъективных ощущений вокалистов и научиться петь верхние ноты. Нодар был всегда инициатором научных конференций по вокалу, где участвовали знаменитые ученые акустики, ларингологи, такие как Работнов и другие. Заметив и мой завышенный научный интерес к вокалу, Нодар мне хитро посоветовал «умные певцы поют плохо, а у кого голова пустая, у того и резонанс». Ну, конечно, это была шутка, но также и намек. Ум бессилен на то, что может сделать чувство и интуиция в искусстве. Маэстро андвулазо отличало от западных маэстро то, что он никогда не раздал пустые комплименты, особенно своим ученикам. Получить комплименты от маэстро было нелегко, но когда он хвалил, все знали, что это не зря. Очень мучил маэстро факт упадка оперного искусства, и в частности Бельканту. Он еще тогда предрекал так называемое засилие микрофоновичей в оперный театр и окончательную смерть оперы как акустического жанра. Философия маэстро никак лучше не выразить его же знаменитой фразой «Канто эрго сум». Пою, следовательно, существую. Парафраз великого Декарта «Когито эрго сум», который перекликается с современной философией Кришнамурти и квантовой механикой. «Объект и субъект неотделимы». Или по Станиславскому, когда актеры действия неотделимы, тогда и рождается истинное мастерство. И маэстро Нудар, несомненно, был таким мастером, и как исполнитель, так и педагог. Именно это наследие живет с нами и по сей день. И благодаря этому наследию Нудар Давидович Ангуладзе будет вечным нам примером. А сейчас послушаем некие архивные записи, предоставленные нам фондом Ангуладзе. Интересно также отметить, что сын Нудара Ангуладзе, Гури, очень активно занимается пропагандой оперы в очень интересном жанре – оперы и мультфильм. Я надеюсь, что этот жанр не только интересен по содержанию, но и по воспитанию, воспитывать наших молодых музыкантов к любви к этому выдающемуся искусству. Дай Бог успех, Гури, на его пути! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok